всем привет меня зовут владимир мельников я снимаю видео и свой канал на ю тубе в частности про материаловедение сегодняшняя тема физические свойства металлов ну прежде чем начать основную часть данного видео хотел сказать пару слов от себя материаловедение в целом это наука такая изучает именно устройство материалов то есть это в качестве примера металл ну в целом скажем так железо а железо свою очередь подрезать на металл сталь чугун цветные металлы и так далее об этом я буду рассказывать в будущем а сегодняшняя тема скажем такая основа основ по материал видео так перейдем этот цвет плотность температуру плавления теплопроводность тепловое расширение теплоемкость электропроводимость магнитные свойства все это изучать материаловедение в данном случае физические свойства металлов далее плотность он же удельный вес вес вещества за единицу объема в качестве примера это может быть вода 1 грамм на кубический сантиметр сталь 7,8 грамм на кубический сантиметр температура плавления 1539 градусов цельсия да вот прошу обратить ваше внимание именно цельсия вообще температура измеряется во многих единиц измерения но градус цельсия это самое что есть широко распространенный основной основной единиц измерений которую всем прекрасно знаем еще со времен школы и так далее дальше идет медь восемь целых девяносто две десятых грамм на кубический сантиметр температура плавления 1083 градуса алюминий 2,7 грамм на кубический сантиметр температура плавления всего лишь 660 градусов цельсия и так познакомимся с главными такими термин которые будут нам встречаться ну или по крайней мере мы должны знать хотя бы смысл их температуру плавления эта температура когда металл начинает плавиться вроде бы просто но почему-то все путаются так вот следующий температ тепловое теплопроводность способность материала проводить тепло то есть вот можно в качестве пример пести проводник там неважно медь алюминий очень любой металл который проводит тепло железо но может проводить тепло по сути все проводит тепло но железо скажем так она кого проводит тепло которое ощутимо можно почувствовать и каскать по времени можно если прикоснуться к железу да то мы можем почувствовать осезанием как нагревается металл и так далее дальше идет тепловое расширение способность расширяться сжиматься при разных температурах то есть при нагревании железо расширяется при охлаждении наоборот сжимается но это мы все прекрасно знаем еще с физики а то если не с начальных классов дальше идет теплоемкость способность материала при нагревании поглощать тепло до хотелось бы сказать перене дополнить то что металл я вот лично уже на своем опыте заметил да и вы может кто обращал внимание металлу как-то проще поглотить тепло нежели его отдать прошу это учитывать дальше электропроводимость электросопротивление ну то что может сказать бывает хорошее плохое сопротивление маленьким и наоборот большим но об этом я поподробнее рассказывал в разделе электро основы электротехники в разделе сопротивлением прям так и называется ссылка соответствующие будет в описании к видео и под под описание к видео даже идет магнитные свойства то есть это способность металла намагничиваться образовывая магнитное поле собственные или вынужден вынуждены начнем с вынужден она проявляется тогда когда вот например обычный кусок металла находится с электрическим предметом или вернее даже можно сказать вот проводник да вот по которым течет ток он может образовать магнитное поле поэтому отсюда пошло такое название электромагнитное поле все мы прекрасно знаем что где-то с физики а то и раньше то что не только как ток порождает магнитное поле так магнитное поле может порождать электрический ток но об этом я тоже рассказывал в разделе основы электротехники соответствующие будут но сегодняшняя тема в основном была кратенькой но очень важная потому что вот сам вроде бы самые простые термины мы все прекрасно знаю но почему-то все путаемся вот поэтому я хотя вот освежить так сказать воспоминание кто когда-то учился может сейчас учиться да то есть повторение это мать учения ну из основа то что хотел сказать я сказал поэтому на этом все всем спасибо пишите пожалуйста комментарий если есть у кого какие-то вопросы с удовольствием прочитаю подписывайтесь на мой канал ставьте пальцы вверх поставьте пожалуйста колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео а также добавляйтесь ко мне в различные социальные сети я лично этому буду очень рад но на этом все все спасибо и до новых встреч